Не должны так травить людей, конечно. Люди, точнее, собак. Неправильно это, я считаю. Павел Зайцев знает, о чем говорит. Именно он пытался спасти отравленного бродячего пса. Животное мужчина обнаружил вечером, когда собирался на прогулку со своим псом Ханом. Рассказывает, в пасте отравленной собаки была рыба. По совету ветеринара, вместе с соседкой соленой водой он пытался промыть животному желудок. Я ветеринара вызвал, он сказал, что приедет. На второй раз я ему уже через некоторое время, может, 30 минут, чуть больше 30 минут позвонил. Он говорит, что я сейчас на Крупской, потом на Волтайска, потом к вам. Ну какая собака так выдержит столько времени? Ну и тут она уже умерла, конечно. Отравленное животное спускалось с этой горы полтора часа. Оно петляло и шаталось. Очевидцы говорят, что нашли собаку на этом месте. Она пролежала здесь около 4 минут, потом ее нашли и пытались помочь. Кстати, Хана тоже когда-то спасли. Павел Зайцев подобрал его худого с перебитыми лапами в подъезде жилого дома в Новоалтайске. Тогда он даже отдаленно не напоминал породистого сибирского хаски. Теперь за каждым шагом Хана хозяин внимательно следит. Ведь в поселке отравили уже три собаки. Ну их вот три отравил. Одну нашли там на поляне, она и сейчас там лежит. Там лежит? Там же и лежит на снегу. Ну жаловали садоводы, что вытаптывают, бегают по грядкам там. Было такое. Ну все равно, они уже года 3-4, наверное, тут живут. Ну их тоже не травил, ну кто-то же вот напакостил. Павел Зайцев ночью того же дня написал заявление в полицию. За отравление бездомных животных грозит уголовная ответственность от 3 до 5 лет или штраф в размере более 100 тысяч рублей. Участковый поселок забрал мертвую собаку, пообещал похоронить. Местные жители переживают за судьбу еще одного бездомного пса. За ним сейчас присматривает сторож. Дорида Миллер, Андрей Печоркин. Наши новости.